всем приветики дорогие друзья на с вами сегодня новое видео и вот эти вот хочется сказать про погоду потому что думает всегда это волнует всех у нас вот например день жара вот такая что действительно жарко а потом неделю холод прям такой вообще то есть например сегодня у нас плюс 20 градусов но очень сильный ветер дуть но жарко конечно а вот завтрашнего дня уже там дожди показаны и плюс 10 то есть сегодня 20 а завтра 10 и вот целая неделя будет холодно но потом будет чуть как бы ну 14 15 но вот все равно и только с 9 мая уже показано что будет уже тепло там градусов 17 и там больше но конечно уже очень хочется тепла особенно когда вот весна уже побаловала такой хороший жаркой погоды поэтому уже как-то очень быстро моментально на это дело перестроился и что потом вот эти вот холода и дожди это конечно не очень хорошо ну как говорится ладно уже что есть то есть сегодня встретила знакомую одну и что-то слово за слово зашел у нас разговор по поводу кредитов ну вот сейчас же модно вот иметь какие-то кредитные карты и покупать вот она говорит у меня есть кредитка и я могу купить себе в любой момент абсолютно все что захочу в принципе типа так и делаю чем покупает все подряд там и какие-то вазы по ну такие большие да то есть всякую дребедень и достаточно дорогостоящее там я не помню на говорил какой-то лимит я говорю так это же потом в любом случае надо отдавать эти деньги банку и причем с процентами что она долго так объяснял и знаете что я поняла она не до конца понимает сколько процентов ей надо отдавать за совершенные покупки мать и вот и таких людей на самом деле очень много мне последнее время попадает такая информация по поводу кредитов кредитных карт очень много что люди отдыхать едут за кредиты там и вещи какие-то покупают и все подряд нет я конечно понимаю что ну каждому свое да как бы ну почему бы нет действительно но вот лично мне например это непонятно я еще могу допустить там брать кредит чтобы купить квартиру там образование высшее получить но мало ли да у кого-то там платно еще там какие-то такие моменты но чтобы брать кредит и покупать какие-то вещи шмотки вазы там честно я не знаю я не понимаю по моему лучше накопить чем-то себе отказать ну хоть чуть-чуть накопить да и купить просто как логика вот у тех кто любит кредиты но пользуется по крайней мере ими зато вещи я куплю прямо сейчас сию секунду у меня будет вещь так ты же переплатишь там я не знаю в три дорога не всегда рассрочки есть именно переплаты есть именно кредиты в любом случае банк не останется без денег он естественно на этом заработать помог какие такие очевидные вещи но вот люди рассуждают так зато да у меня будет прямо сейчас это самая вещь или там что я хочу или там ездят отдыхать за кредитом нет но это кстати еще он более или менее нормально здесь я как раз таки могу понять но опять же например не для меня то есть ты весь год будешь себе в чем-то отказывать чтобы потомку и поехать куда-то отдохнуть там или что-то такое купить да нет то есть у тебя есть деньги ты едешь нету допустим или не складывается там время нету там отпуск с мужем не совпал грубо говоря ты не едешь ну как-то так но это понятно что у каждого свое но вот так вот порассуждаешь по поводу этих кредитов и вот понимаешь что так люди живут на самом деле очень многие и у всех эти кредитные карты вот у нас в беларуси какие-то черепахи какая-то там халва была честно тут вы никогда в жизни не врала кредиты вот правда как-то вот без этого обходилась и но не знаю тут опять же естественно каждому свое фонтан у нас включили до включили до 1 мая когда 1 мая включают приятно на воду посмотреть на льющиеся на фонтанчики птицы прилетели сюда интересно на фонтанах часто вот тоже птицы сидят что у меня к чаю два бразильских ореха ну больше их и нельзя есть в сутки только 2 до и достаточно честно говоря не мне не очень нравится я же говорил но они как бы на вкус никакие единственно что очень очень жирные вот мы и этот мед я еще не знаю показала или покажу вот в обзоре на в адрес покупала алтайский мед крем мед мед суфле с разными добавками это здесь у нас клюква я сказал что он не очень тогда я его распробовала это шикарный мед вообще хочу потом еще купить какой-нибудь с другой добавкой то есть это натуральная клюква здесь крем мед мед суфле и клюквенная и клюква слушайте это вообще это просто очень вкусно конечно дороговато 400 грамм 12 белорусских рублей но она того стоит это просто вау нас день следующие вышли на улицу я в зимней куртке потому что холод реально где-то градусов 6 наверное я не знаю начала мая конечно вот как зимой мне холодно честно говоря я бы даже перчатки надела потому что она вообще реально холодно но это дней 6 пробудет потом плюс 20 вот такая странная погода я честно говоря не помню что были такие вот резкие перепады температуры буквально там плюс 6 а потом плюс 20 дикость конечно какая-то а тут у нас вышли погулять на советскую площадь и тут какое-то мероприятие не понимаю может уже к 9 мая готовится что-то такое люди люди что-то говорят микрофоны уже эти ограждения там принесли поставили тюльпанчики уже такие красивые высадили также поближе подойдем посмотрим не знаю можно там снимать нельзя что-то такое может не к 9 мая готовится может так что-то но явно что-то здесь происходит непонятное непонятно что здесь вообще абсолютно непонятно просто много людей просто кто-то что-то говорит микрофона сача я сейчас подошла и перестали микрофон говорить ладно как-то так дайте мне концовку на рисунке какая-то репетиция идет ладно чудес стоять виталий ничего интересного нас здесь следующий я горю этот влог снимая какими-то кусочками нарезками ну потому что так получается и с этой погоды да что-то невероятное творится вот я снимала было вот показывала в зимней куртке и мне было очень очень холодно сейчас я уже в другой куртке потому что новую теплее где-то градусов 15 даже мне жарко честно говоря наперлась как я не знаю то завтра опять показывать 7 градусов два дня подряд ну а потом уже будет 20 игры такие резкие перепады не помню у нас в городе идет подготовка 9 мая прям вот настолько заранее вот в прошлом году такого не было наверное будет что-то масштабное но сейчас такое время что конечно же не стоит в толпу идти в это большое скопление народу этому сами понимаете небезопасно поэтому конечно прошлом году мы ходили я помню и в первой половине дня там яблоку тоже негде было упасть там шли салют там был в этом году наверно все таки не стоит вести себя столь опрометчиво но я смотрю в городе везде уже понаставили там каких-то палаток домиков и это в начале мая то есть очень и очень заранее потом стояли какие-то то ли журналисты кто ли кто с камерой брали там у кого-то интервью с микрофоном потом там какой-то поставили большущий телевизор что-то там патриотические песни по нему поют вот прям в центре города во всех этих площадях вот что площади везде уже эти ограждения приносили везде сцены какие-то домики палатки ну просто вот будет что-то наверное такое аховое и радует что в этот день любом случае будет хорошая погода что уже идет тепло вот значит пара сериал хочу вам еще рассказать немножечко сейчас смотрю сериал невский вышел новый сезон 6 сезон расплата за справедливость кто фанат несколько но не бы фанат мой фильм действительно интересный сериал это там антон васильев этот поломарчук снимается буквально с первых секунд с первых минут начинается очень очень интересно погони стрельба движ все как я люблю русский ментовский питерский сериал но действительно очень интересный поэтому кто смотрел невского и знают что сейчас уже вышел 6 сезон можно скачивать и спокойно смотреть но если не знаете как скачивать можно посмотреть на каких-то других площадках ресурсов в принципе он везде есть очень интересно очень захватывает все уже такое зелененькое посмотрите уже все листики распустились деревья уже такие зеленые вообще так классно очень здорово очень не хватало этого устали конечно я думаю все от зимы сейчас радуются просто вот тому что везде зелено ой что это такое висит кто-то повесил как украшение какое-то тут елка и что-то такое непонятно да что это а скворечник это думаешь это такое даже он подписали детский сад номер два делает скворечники вешать ну что ж молодцы птичек кормят любители птичек ну и просто заставляет на самом деле думала снять какую-нибудь болталку темы но честно говоря не могу придумать никакую тему мне вот написал один из моих подписчиков виталий поговорите на такую тему порассуждается типа большая разница в возрасте между детьми но имеется ввиду что вот это поняла у него старш нет старший ребенок уже родил своего ребенка то есть уже есть внук и внук ровесник младшего ребенка вот но я даже не знаю что можно сказать по такой теме когда там дети внуки одного возраста я не знаю здесь на я могу поговорить по поводу того что большая возраста разница возрасте между своими детьми как вот между моими детьми разница в возрасте 12 лет как бы для меня это вообще классно я не представляю как некоторые говорят там одного за другим это свою жизнь превращаясь в кошмар и ужас зачем-то это бред ну опять же тут каждому свое некоторые придерживаются таких стереотипов типа стрелялся и все я придерживаю стереотипов что свою жизнь в ужас превращать точно точно не надо и во первых это бьет и по здоровью все а как бы 12 лет разница но у меня например то более чем устраивает ну просто я не хотела вообще не собиралась рожать второго ребенка потом я с обезьянничала у родственника родился ребенок я там мы рассказывали туда посмотрела думала и поняла я тоже хочу вообще не хотела тут говорю я тоже хочу и все и поэтому так вот получилось что родился второй ребенок резко захотела но у меня бывает такое же говорю я сама для себя и на разбиваю очень непредсказуемая поэтому мне сейчас вот нравится что у них такая большая разница возрасте хотя честно говоря рассчитывала что мой старший ребеночек будет ну как бы но нет не помощником он живет своей собственной жизнью и так далее и тому подобное но как-то вести себя более может быть взрослых а он иногда чувствуется что даже какое-то соперничество всегда горит и же взрослые уже вообще большой как бы да как ты так можешь вот относиться к тому что вот иногда ты уровня младшего опускаешься да то есть они на раз бегают верещат пищат кричат я думаю но у коммента как бы ты взрослый что-то его опускаешься до его возраста он тоже впадает в раш и начинают такие визгам тарарам и сейчас честно говоря вот просят собаку нас была собака я тоже как-то рассказывала русский спинель мы его из питера привозили породистый там вообще все супер-купер с медалями и так далее тому подобное он у нас прожил почти там 15 лет то есть полноценный член семьи и мы просто знаем что такое собака да то есть это ответственность это ну со всеми вытекающим просто живое существо я говорю поэтому вырастешь будешь жить своей собственной жизнью пожалуйста заводи игры не за что вот правда не хочу никаких животных вот я и в детстве честно время хотела у меня мама заводила она была попугайчики собака папе тоже было по барабану все это дело ну у собаки хозяином был папа то есть собака будучи еще щенком выбрала именно папу хозяином поэтому ну в общем мы знаем что такое собака и не хотим ни за что ну я сначала думала что он прикалывается да когда говорит купите к собаку давайте зайдем собаку а я поняла что нифига не прикалывается что действительно хочет говорит об этом постоянно это будет выгуливать кто будет чем заниматься горит уж постоянно занят ты учишься там у него только один выходной в неделю воскресенье и то там когда свободы какое время там с друзьями куда-то пошел там уроки ну все дела да в общем тебя дома то и нету практически то а когда есть и занят ну как бы это просто блажь такая поэтому я за большую разницу возрасте у детей потому что у меня так и мне это удобно и по-другому я не представляю ну вот немножечко по этой теме в общем всем огромное спасибо кто досмотрел это видео до конца накидывайте идеи для болталок на какие темы можно порассуждать потому что все вот эти вот темы про отношения честно говоря надоело про это говорить и как бы одно и то же эти гневные мужские комментарии ну как бы просто не интересно сейчас интересами к этому не хочется какую-то знаете отвлеченную тему эту буду благодарна вам за идеи всем огромное спасибо за просмотр до новых встреч пока